Раннее утро. На часах нет и восьми. А во дворе Елунина 8, 9, 10 светло. Опоры и современные светильники установили в конце прошлого года. Практически одномоментно подключили к линии электропередач. Это стало настоящим событием для старожил этого микрорайона. Уличного освещения здесь изначально не было. Полевчане добирались до подъездов с фонариками. На ощупь искали ручку на двери. Вот там горели фонари по улице, а во дворах-то ничего не было. Сейчас хорошо, конечно. Все чудно. Сколько здесь живем, а то темно вообще, спотыкаешься, идешь. А тут хорошо, открыл дверь ключом, запросто. Строительство линии электропередач и осветительного оборудования во дворах Полевского стало возможно благодаря работе администрации и ЦСКУ. В городе реализуется комплексная программа по восстановлению уличного освещения. Елунина, дома номер 8, 9, 10, 11, 12. Здесь была, наверное, самая большая работа проведена. Установлено 17 опор, 23 светодиодных светильника, 540 метров кабеля СИП было протянуто. Весь прошлый год был посвящен подготовке документации, заключению энергоэффективных контрактов, которые подразумевают где-то замену светильников, а по каким-то адресам восстановление линий электропередач. Так произошло, к примеру, во дворе дома 18, все того же микрорайона Юлунина. Здесь установили 4 светильника и протянули 330 метров кабеля СИП. Аналогичные работы провели и по адресу Роза-Люксембург, 82. Для того, чтобы выполнять работы максимально, нам недостаточно средств в бюджете Полевского городского округа. Для этого необходимо привлекать эти средства самыми разными путями. В том числе мы вошли в число пяти городов-пилотников, которые реализуют энергоэффективные контракты. И сейчас на 2022 год у нас предусмотрено в оценке расходных полномочий дополнительно порядка 14 миллионов рублей для организации уличного освещения. И в этом году, я считаю, он будет, наверное, у нас в этом смысле прорывной. Сегодня в городе уже существует реестр приоритетных адресов, где работы необходимо провести в первую очередь. Здесь администрация города плодотворно сотрудничает с депутатами Полевского, которые, в свою очередь, работая в своих округах, собирают наказы от жителей города. Были обращения граждан с поселка Красная Горка, там тоже были проведены работы по освещению. Там, поскольку расстояние достаточно большое между опорами, удалось нам протянуть 930 метров СИП и установить 10 светильников. В наступившем году мы планируем достаточно серьезные работы провести в поселке Зюзельский, поскольку ситуация с уличным освещением из всех сельских территорий, пожалуй, самая сложная. Стоит сказать, что все оборудование, которое устанавливается на территории Полевского, энергоэффективно. Так, к примеру, светильники светодиодные с минимальным потреблением электроэнергии, а их включение и выключение регулируются астрономическими таймерами. Ксения Балденкова, Сергей Чижов, Новости 11 канала.